Здравствуйте! В эфире программа «Страна Росатом». Расскажем о последних событиях атомной отрасли. День российской науки отметили на прошедшей неделе. Наука – это не только формула и расчеты. Это еще и увлекательно и красиво. Один из примеров – лаборатория по выращиванию растений в условиях космоса. Эти растения мы подвергали действию различных космических факторов и затем оценивали, каким образом изменяется активность их систем. В данном случае мы оцениваем изменение активности фотосинтеза под действием различных космических факторов. Вот это действующая установка, которая моделирует настоящие космические факторы. В данном случае это магнитные поля. Сейчас здесь, в лаборатории ННГУ, космические условия создают вот на таких простых аппаратах. В Сарове на базе Национального центра физики и математики появятся огромные современные стенды. На базе НЦФМ мы будем создавать большую комплексную установку. Она будет включать в себя разные блоки, как имитацию магнитных полей ионизирующего излучения, так и другие факторы. Например, мы можем моделировать отсутствие гравитации, чтобы подбирать те условия, с которыми растения могут столкнуться на орбите. Новые стенды позволят подробнее изучить влияние космоса на растения и в дальнейшем создать искусственную экосистему. В ней в будущем смогут работать люди, чтобы осваивать, например, другие планеты. И на Марсе будут яблоницвести. Это одна из 55 российских лабораторий, которая работает в кооперации с Национальным центром физики и математики, а ядро этой большой научной работы в Сарове Нижегородской области, где НЦФМ строит мегасайенс-установки. К 2030 году здесь появится фотонный компьютер, эквазатный лазер и многофункциональный ускорительный комплекс. Это не только передовой край мировой науки, но и попутные технологии, которые сразу будут внедряться в народное хозяйство. НЦФМ – это такая фабрика новых знаний, которую мы будем быстро переводить в технологии. Мы это делаем с помощью, или даже не с помощью, а на базе госкорпорации «Росатом». И когда сейчас мы говорим о том, что технологии будут решать все, речь идет о технологическом паритете. Вот «Росатом» – это такая госкорпорация, которая может использовать свой опыт, знания, навыки в работе, свои широкие интересы для того, чтобы обеспечить в значительном числе направлений такой наш технологический паритет. В госкорпорации «Росатом» в Москве, на Ордынке, в этот день состоялось мероприятие, посвященное Дню российской науки. Там собралась вся научная элита страны. Одной из тем стала реализация нашего атомного национального проекта, комплексной программы РТТН «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии». Большая наша роль, большая ответственность в рамках двух национальных проектов Национальный центр физики и математики и комплексной программы развития атомных технологий действительно объединить лучшие умы, объединить лучшие силы фундаментальной науки, прикладной ее части, научно-исследовательских институтов и, конечно же, как можно ближе к этим разработкам подтянуть предприятия, промышленные площадки. Комплексная программа РТТН включает в себя пять проектов, три из которых реализуют уже сейчас. Это Национальный центр физики и математики в Сарове, опытно-демонстрационный энергокомплекс с быстрым реактором «БРЕС-300» в Северске и самый мощный в мире исследовательский быстрый реактор «МБИР». Давайте отправимся на площадку в Димитровград, где строится этот реактор. Посмотрим, как устанавливали в проектное положение его корпус. Очень приятно участвовать в таком масштабном строительстве. И хочется свой тоже вклад внести. То есть как-то чувствуешь постоянно свою ответственность. Во-первых, это международный проект. То есть нужно нам не ударить в грязь лицом, скажем так. Во-вторых, это объект для науки новый совершенно. То есть это развитие в дальнейшем не только нашей страны и вообще международного сообщества, в принципе. «МБИР» обеспечит российскую атомную отрасль исследовательской инфраструктурой на ближайшие полвека. Он позволит проводить исследования топлива, материалов для строительства быстрых реакторов четвертого поколения. И уже в 30-х годах российская атомная энергетика станет двухкомпонентной. То есть, когда хорошо зарекомендовавшие себя тепловые реакторы станут работать совместно с быстрыми. Концепция двухкомпонентной ядерной энергетики подразумевает элементы замкнутого ядерного топливного цикла. И быстрые реакторы являются неотъемлемым и ключевым фактором для успешной реализации этой концепции. И вот «МБИР» как раз и есть первая ласточка, на которой все эти решения будут отрабатываться и опробироваться. Монтаж свода энергоблока начнется в конце этого года. А физический пуст «МБИРа» планируется осуществить уже в 2026 году. И в продолжение темы. Дальше с последних событий Росатома, о которых мы бы и не услышали, если бы не работа наших ученых. Гидрометеоспутник серии «Электро-Л» выведен на орбиту. Бортовой комплекс управления ракеты-носителя «Протон-М» разработали и изготовили специалисты Росатома из опытно-конструкторского бюро «Марс». Метеоспутник будет снимать и передавать на Землю площадь облачности и поверхности нашей планеты. Задача бортового комплекса управления – первичное построение ориентации, развертывание всех бортовых систем, включение, настройка, организация их работы, взаимодействие. Росатом открыл первый в Мьянме информационный центр по атомным технологиям. Этому событию предшествовало подписание соглашения о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Росатомы Мьянма планируют реализовать проект атомной станции малой мощности на территории республики. На площадку сооружения Международного экспериментального термоядерного реактора «Итера» во Францию прибыла катушка полоидального поля. Это один из ключевых российских компонентов проекта, который собрали ученые Росатома. Наука начинается с образования. В базовом вузе атомной отрасли в МИФИ заработала кадетская школа. Первый пилотный проект решили реализовать в Обнинске. На открытие съехались 50 курсантов из 10 регионов России. Кадетские атомные образовательные кластеры будут не просто направлены на профориентацию школьников и повышение уровня знаний по физике и математике, а на подготовку будущих атомщиков специально для работы на предприятиях Росатома, в том числе в закрытых городах. Хотелось бы найти профессию своей мечты. Я вижу, что здесь большой карьерный рост есть в будущей профессии. Сразу после выпуска те находят работу. Мы считаем, что это будущее нашей страны, так как уже 80 лет это направление развивается. Из нашего кадетского корпуса отобрали именно тех, кто выступает в олимпиадах по физике и физическим направлениям. Поэтому нам это очень интересно. Перенимать знания будут не только в теории, но и на практике от самих атомщиков, ведущих специалистов атомной отрасли и ядерного университета МИФИ. Задача заключается в том, чтобы предоставить учащимся нашей кадетской образовательной системе, напомню, что это больше 700 тысяч человек по стране, разной подведомственности, тем, которые чувствуют в себе талант и желание продолжать свою карьеру в научно-технических областях и связанных с задачами госкорпорации «Росатом» и вообще говоря, в перспективе и выходящих за эти рамки, чтобы они имели такую возможность. На прошлой неделе в Москве состоялась очередная встреча главы «Росатома» Алексея Лихачева с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. За столом переговоров обсуждали вопросы безопасности Запорожской АЭС. Наша встреча в Москве явилась продолжением приверженности той работе по обсуждению технических деталей, которые мы ввели на протяжении нескольких месяцев, чтобы не произошла ядерная авария, в том числе на Запорожской атомной станции, а также для обсуждения продвижения идеи создания защитной зоны на Запорожской АЭС. Я бы хотел отметить, что несмотря на крайне политизированную атмосферу вокруг этого вопроса, агентство сохраняет профессиональный подход, ищет реальные развязки данной проблемы. И, конечно, надо отметить, что и господин генеральный директор, и представители агентства, работающие на станции, демонстрируют еще и личное мужество. А о других событиях Росатома в кратком видеообзоре. 600 тонн жидкого кислорода произвели в прошлом году на Ленинградской АЭС. Этого объема хватило бы, чтобы обеспечить круглосуточную работу пятой части всех аппаратов искусственной вентиляции легких в стране в течение целого года. Завершена сварка главного циркуляционного трубопровода на втором энергоблоке, строящийся в Бангладеш, АЭС Рупур. На эти работы ушло всего два месяца. Каждое сварное соединение прошло семь разных проверок на прочность из-за агрессивных сред во время эксплуатации энергоблока. Росатом помогает пострадавшим от землетрясения в Турции. Для разбора завалов со строительной площадки АЭС АККОЭ направлено более 200 рабочих и различная тяжелая техника. Также атомщики организовали развоз врачей, пункты сбора необходимых вещей, медикаментов и приема донорской крови. Гидрографическое предприятие «Росатома» завершило строительные работы на терминале жиженного природного газа «Утренний». Там на протяжении трех лет проводили дноуглубительные работы. Общий объем извлеченного со дна грунта составил 24 миллиона кубометров, а также для возведения ледозащитных сооружений было погружено почти 6000 сваи. 13 февраля исполнилось 120 лет со дня рождения Анатолия Александрова, физика-атомщика, академика и руководителя Академии наук СССР. Под руководством Анатолия Петровича строились атомные станции, была создана и спущена на воду первая советская атомная подлодка К-3, а годом позже и первый в мире атомный ледокол «Ленин». «Прежде всего Ленин это был первый, понимаете, конечно, он был и самый любимый». А вообще 2023-й – это юбилейный год отцов-основателей отечественной атомной промышленности. В январе 120 лет со дня рождения исполнилось Игорю Васильевичу Курчатову, а в октябре 125 лет исполнится Ефиму Павловичу Славскому, легендарному советскому атомному министру. В атомном городе Обнинске техническая академия «Росатома» открыла памятник Славскому и Юрию Семендяеву, который руководил подготовкой кадров Минсредмаша. На этом с новостями все. О других событиях атомной отрасли мы расскажем в нашем следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова